Индикаторы, помогающие построить анализ, фундаментально анализируя валютный рынок, как, впрочем, и любой другой, пользуются специальными аналитическими обзорами с возможными графическими и числовыми показателями, называемыми индикаторами для фундаментального анализа. Такие данные обычно публикуются каждый месяц, кроме некоторых ежеквартальных индексов волового продукта и занятости. Макроиндикаторы Одной из групп показателей фундаментального анализа являются макроиндикаторы. Усредненная почасовая зарплата Индикатор возможной инфляции, которая тесно связана с повышением ценности рабочей силы. Усредненная длительность рабочей недели Индикатор указывает среднее количество рабочих часов средней рабочей недели за период одного месяца. Чаще всего применяется при анализе состояния занятости в стране. Разрешение на строительство Индикатор, указывающий количество выданных разрешений на возведение новых домов. Указывает на уровень благосостояния населения. Количество произведенных запасов Показатель количества резервов произведенных товаров, полуфабрикатов и комплектующих. Позволяет выявить имеющийся застой в экономической сфере страны. Затраты на строительство Включает отчет о затратах на жилищное строительство. Строительство в нежилом секторе и госзатраты на новые постройки. Увеличение затрат на строительство предполагает улучшение качества жизни у подавляющего большинства населения. Кредит на приобретение различных товаров Показатель покупательской способности населения. Чем выше значение этого индикатора, тем большую уверенность чувствуют потребители, не опасающиеся залезть в долг. Бессменные аналитики, денежные агрегаты. Одним из важнейших экономических показателей является инфляция, уровень которой в государстве определяет монетарную политическую систему Центробанка. Именно этот уровень тесно взаимосвязан с государственной валютной системой, а значит и курсом собственной валюты на международном рынке. Благодаря инфляции государственная экономика имеет на вооружении этакий барометр, индицирующий показатель правильного функционирования экономической политики. Ведь по сути свои деньги – это кровь, текущая в жилах экономической базы и естественно необходима, чтобы эти жилы не пусели. И количество денежных знаков было оптимальным. Оборотных денег в экономике государства не должно быть меньше установленной суммы, но также не должны превышать это число, что бы не допустить стагнации или других деструктивных процессов, потому что такие манипуляции могут привести к кризису. Возвращаясь к Центральному банку государства, роль которого в контроле за инфляцией невозможно преувеличить, можно добавить, что этот контроль считается наиболее приоритетным в кредитной политике. Финансовые службы на уровне государства практически в любой стране и уделяют особое внимание контролю и измерению процессов инфляции. Аналитика инфляционных моментов предлагает необходимую информацию для определения Центробанком операций в монетарной политической системе, связанных напрямую с валютным курсом и его формированием. Серьезными индикаторами в оценке процессов инфляции и отражения денежных масс, находящихся в обороте, являются денежные агрегаты. Тем не менее, все чаще современная экономика комбинирует монетаристскую и кистьянскую экономические модели, хотя денежные агрегаты по праву применяются в различных анализах и исследованиях.